Музыка Красота-то какая! Погода хорошая! Оделись потеплее и вышли покопаться в земле. Здравствуйте, друзья, в эфире дачные советы. Продолжаем кормить домашних подземных животных. Вот о них-то мы всегда забываем. Кормим любую живность, а вот их, червяков и микробов-то кто накормит? А ведь это основные кормильцы нас с вами. Когда делает Господь это? Когда Он их кормит, смотрим? Да осенью, когда падают листья, когда жухнут травы в лугах. И все это уже будет в ближайшее время по норкам разнесено червяками и заготовлено на зиму. И они еще поработают на такой теплой земле, укрытой теплым одеялом трав и листового опада. Вот и мы с вами будем брать пример с главного садовника на земле, с Господа. Именно осенью делаем эти работы. Вот я сейчас вношу органику. Во-первых, в виде сидерата, вот на этой грядке. Уже второй урожай сидератов снимаю после того, как выкопали картошку. Помните, в конце июля пришлось ее в этом году рано копать, чтобы уйти от поражения болезнью, страшной болезнью. Альтернариоз был в этом году, и тофтороза не было. Вот. После этого мы сеяли горчицу, потом ее срезали, и снова было еще тепло, посеяли рожь. Вот такой двойной посев сидератов позволяет на этой же грядке весной высадить снова картошку. Почву утомления-то мы убрали уже с помощью сидератов. Вот сейчас я землю, как видите, не копаю. Ее копают корни сидератов. Вы копаете лопаткой на 20 сантиметров глубиной, а корни сидератов до 2 метров копают почву. Поэтому предоставьте им это делать. Что же я делаю? Только подрезаю рожь на 2 сантиметра ниже куста кущения. А теперь открываю свое любимое жигулевское удобрение. Уже две вот таких больших упаковки ушло на овощные грядки, которые мы с вами делали до этого. Третий мешок открываю. С маленькими мешками что тут делать? Маленькие мешки это так, для подкормок летом. А сейчас по осень, когда мы вносим большие количество органики, надо, конечно, вот такие упаковочки брать, потому что они подешевле нам обходятся. Вот, куриный помет основа этого удобрения. Куриный помет 7-8 раз эффективнее, чем мой любимый конский. Здесь больше фосфора, больше калия и азота, конечно, много. Вот сейчас это все внесем небольшим слоем. Видите, посыпаю достаточно, поскольку, повторяю, очень питательный куриный помет. И достаточно. Здесь много и так было всего вложено. А на соседней грядке были посеяны другие сидераты, потому что здесь будет капуста на следующий год. И под нее, смотрите, тоже были посеяны сидераты, которые дают много азота. Это бобы, вика. А овес дает много калия. Это любимые элементы питания – капусты. И учтите, дождей было очень много. Кислотность почвы упала. Вымыли дожди и питательные элементы. Поэтому даем и по осени-весной больше, в два раза больше питательных веществ, чем обычно. И под капусту обязательно слегка подшелачиваем почву. Чем? Конечно, лучше всего золой. Здесь много калия, микроэлементы, биологически активные вещества. И ведь это же тела бывших растений. А если нет золы, что делать? Придется в магазине брать и здесь пушонку, или доломитку. Внимание, дачников! Появилась новинка – жигулевские удобрения на основе органики. Телефон жигулевский – 205-50. 205-50. Переходим на следующую овощную грядку. Здесь росла капуста ранее спелых сортов. Как мы ее убрали, эту цветную капусту, так сразу посеяли. Вику с овсом – мой любимый сидерат. Овес дает калий. Вика – азот. Здесь будет хорошо расти морковка. Что вносим под морковь? Органику, уже переработанную дождевыми червями и микробами. То есть биогумус. Вот так тоже помаленьку. Это потому, что высочайшая эффективность удобрения. Мне надо его много класть. Запасите его сейчас. Скоро будем готовить почву для выращивания рассады. Сколько его нужно взять? Я не знаю, сколько будет выращиваться рассады. Я беру три упаковки по 20 литров. Вот сколько уходит. Еще и комнатные цветы приходится кормить. Еще раз обращаю внимание и дачников, и продавцов в магазинах, которые до сих пор многие не разобрались, в чем разница между жигулевским удобрением и биогумусом. Жигулевские удобрения должны еще пройти через желудки дождевых червей и микробов для того, чтобы усвоиться растением. Биогумус уже готовый. Уже навоз крупного рогатого скота был пропущен через желудки червей. Это готовый продукт, так же, как и минералка, только в отличие от минералки нет нитратного заражения, нет вымывания дождями из почвы. Это отличный продукт, готовый уже к употреблению. Вот под морковку его и вносим. Сколько вносить? Смотрите по своей почве. И есть ли у вас, как у меня, так много вот такой мощного травостоя, сфидератов? Вот я бы чуть-чуть разбросала, и то уже это чуть-чуть будет работать в течение двух-трех лет, обогащая почву микрофлорой и всеми биологически активными веществами. Так, видите, не порубила сфидерат? Ленюсь. Будет хорошая погода, приду и порублю. Если оставите так, то лучше внесите какой-нибудь компот, чтобы побыстрее все это переработали микроб. Сияние три сыпем, не два, а три. Здесь на отрубе высажены полезные микробы, сапрофиты, которые вот эту всю органику съедят, а потом она уже только пойдет на съедение червякам. Вот два этапа будет. И только потом уже растения получат доступную для их роста питательную смесь. То есть вот этот самый биогумус, который мы сейчас вносим. Тогда зачем, скажите, покупать биогумус, когда можно вот таким образом приготовить его самим из сфидератов? А вот зачем? Этот биогумус, морковь, будет есть весной, когда мы ее здесь посеем. И расти за счет питательных веществ этого биогумуса в мае и в июне. К июлю, только к июле, не раньше, подойдет вот эта органика, которую черви и микробы сделают из подрезанных сейчас сфидератов. И моркови хватит питания до октября месяца, когда мы ее будем копать вместе с вами. Ну, еще раз повторяю, поскольку было много дождей, и кислотность упала, а все корнеплоды не терпят кислую почву, мы обязательно вносим либо золу, либо вот сейчас я доломитку вношу. Зола кончилась. Доломитка почву не подщелачивает, она только ее нейтрализует. Морковь это и любит. Нейтральная PH. Не выше семерки. Вот это будет хорошо. Ну, все. Мы дали все необходимое для того, чтобы здесь на следующий год получилась хорошая морковь. А от морковной мухи спасем, укрывая спонбондом. Дуги-то стоят здесь. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону. В Самаре 972 70 95 и 925 84 33. В Тольятти 679 0 94. Здравствуйте, друзья! Установилась слабо морозная погода и пора приступать к посеву овощных, зеленых и цветочных культур. Начнем с цветов. Почему зеленые, цветочные и овощные культуры нужно сеять именно сейчас, осенью? Особенно цветочные. Почему? Потому что весной она теперь стала скоротечной и длится уже вот два года было так, всего две недели. И все наше внимание уходит на то, чтобы быстро высадить рассаду в теплицу и в открытый грунт. И до цветов нет времени. Это раз, первая причина. И вторая, чтобы освободить подоконники в доме и не выращивать рассаду зимой. Там места уже и так не хватает для нормального выращивания рассады томатов, перцев, баклажанов. Цветам нет места. И не надо. Сразу сейте их. Вот в такие грядочки, которые я заготовила заранее, внесла под перекопочку удобрение биогумус. Если вы этого не сделали, сделайте сейчас, пока сильно земля не подмерзла. Что нужно для посева сейчас, Лариса Игоревна? Сначала неглубоко перекопайте почву с помощью плоскореза. Сделайте бороздочки. Внесите туда или биогумус, или сапропель, или кокосовый субстрат для разрыхления почвы. С помощью плоскореза делаем бороздки глубиной 2-3 сантиметра. А теперь производим посев. Вот Галина Константиновна очень любит ромашку, не вяник. Посеем ее. Сверху луночку засыпем 2-3 сантиметра кокосовым субстратом. Можно до 5 сантиметров. И уплотняем посева дощечкой, чтобы они не замерзли. По аналогии можно посеять и другие виды ромашек. Их много. Например, девесил. Под зиму можно сеять илён. В нашем центре есть несколько его разновидностей. Многолетние и однолетние. Красные и белые. Желтые и голубые. Высокорослые и среднерослые. К этим цветам можно посеять васильки, которые, как илён, цветут непрерывно все лето. Появились новые сорта с крупными махровыми цветами. Все вышеперечисленные цветы будут цвести с июня по сентябрь. А нам нужно, чтобы клумба была нарядной, начиная с весны. Давайте подберем те растения, которые будут цвести, начиная с мая месяца. Это арабис первый снег. Идеально подходит для оформления бордюра. Это многолетник со стелющимися побегами, сплошь покрытыми белыми цветами. Они хорошо будут смотреться вместе с алыми тюльпанами в мае. И вообще следите, чтобы белого цвета растений было много на ваших клумбах. Тогда они будут выглядеть наряднее и веселее. Под зиму можно посеять хризантему девичью, снежные шары, которая очень обильно цветет с июля по сентябрь. Она очень хорошо сочетается с бархатцами, сальвией и гелиотропом. А теперь поищем наши коллекции цветы, которые распустятся уже в апреле. Это многолетник морозник, рождественская роза. В зиму его можно выкапывать и забирать домой, где он будет непрерывно цвести крупными белыми цветами. Ну а какой цветок может быть украшением осеннего сада вплоть до морозов? Это всем известный и очень популярный среди дачников физалис китайские фонарики. Это многолетник, который тоже высевается в ноябре в промерзшую землю. Кстати, физалис осенью обрезаем и забираем домой для зимних букетов. Сеять можно под зиму и люпины с дельфиниумами, и желательно сразу на место, так как они плохо переносят пересадку, потому что у них стержневые корни. На клумбе они тоже хорошо смотрятся вместе. Дельфиниумы на заднем плане, как более высокие растения, а люпины на переднем, так как они пониже. Вдоль забора посейте сейчас высокорослых красавцев. Девесил великолепный или многолетник Арункус фонтаны. А перед ними Аканит с фиолетово-синими цветами. Играйте на контрасте цветов и следите за их совместимостью. Сначала отцветут Девесил и Арункус, а их цветение в августе подхватит Аканит. Многие дачники спрашивают, какие цветы в подбивочку розам дать. Обычно они так непрезентабельно выглядят, будучи одни. У них не всегда все красиво сформирован куст. У меня так вот они растут. Вдоль забора стоит вот этот прекрасный Арункус фонтаны. На его фоне алые розы, а в подбивку к ним... Белые гипсофилы. Белые гипсофилы. У вас они тоже, конечно, есть на участке. Но белое облако с алыми розами. Нарядно все лето. Приглашаю посетить наш центр и закупить семена овощных и зеленых культур. Сейчас как раз можно посеять шпинат, укроп, петрушку, морковь. И тогда эти культуры пораньше попадут к вам на стол. А теперь наше внимание переключается на комнатные цветы. В это время многие цветы сбрасывают листья. Чтобы цветы не сбрасывали листья, возьмите себе за правило. Два раза в день, утром и вечером. Опрыскивайте теплой водой. А раз в две недели добавляйте туда по капельке HB101 или чайную ложку Восток М1 на литр воды. И тогда цветы в вашем доме будут чувствовать себя отлично. И последняя новость. В продаже появились свежие семена овощей и цветов нового сезона. Приглашаю вас в наш центр. Центр сияния Ларисы Малайной предлагает садово-огородный инструмент для осенних работ в саду, а также саженцы плодово-ягодных культур, земляники, озимый чеснок и луковицы цветов по оптовой цене. Телефон 9-545-165. 9-545-165. Продолжаем осенние работы в саду. И самое главное сейчас правильно сформировать деревья и кустарники. Часто спрашивают, как же нужно обрезать. Вот здесь вот у нас маленькие боярышники, но они безобразно разрослись. Посмотрите, непонятно, не то кустарник, не то дерево. Сейчас мы сделаем всю эту работу именно осенью по обрезке, потому что весной то некогда приехать на дачу, дачникам. А у нас очень много работы. Весной, конечно, мы эту работу не сможем сделать и боимся упустить момент. Вот боярышник. Его сформируем как дерево. Убираем. Вот этот треугольник зрительно мы его представляем. Оля, видишь, да? Треугольник зрительно представляем. Только обрезаем за почкой. Здесь побольше оставляем. И здесь центральную. Вот она центрально пошла. Вот сформированное у нас дерево получается. То есть сейчас сформируем все деревья. Можно, в принципе, обрезку делать всех кустарников. Единственное, нельзя делать обрезку азалий. Хиномелисов, форзиций, спирей, грешами. Просто мы тогда отрежем все цветочные завязи. Все эти кустарники раннецветущие нужно сделать обрезку сразу после цветения. То есть в конце мая. Вот эта лапчатка, смотрите. Вот она безобразно разрослась. Нам нужно, чтобы это была компактная форма. Поэтому не жалея, к счастью, этот кустарник совершенно неприхотливый и не обижается вот на такую работу. Поэтому лапчатку мы можем смело стричь, чтобы у нас в следующем году весной был компактный кустарник, а не вытянутый. И сухие ветки внизу, которые есть, сразу, естественно, обрезаем, убираем. Получается, облагораживаем весь кустарник. Сложнее с барбарисом. Если вы стрижете, снова кустица будет отсюда, а низ все время будет оголяться. Поэтому вот этот куст убираем снизу. Вот здесь вот. Вот он, куст на макушке, он запустился, да? А низ оголился. Если мы хотим, чтобы форма сохранялась и кустарник не оголялся внизу, нужно стрижку делать пониже. Вот, посмотрите, обрезали, да? И вот кустик откуда пошел. Смотрите, если мы хотим кустарник, вот, его чуть-чуть пореже сделать, обрезаем снизу. Оставляем там несколько почек, 5-6 почек, чтобы снизу шел кустарник. Вот он. Вот, раз, два, три, четыре, пять, я оставляю, шесть. Вот, все. Вот, возьмем пузыреплодник, неравномерно вытянулись. Мы его просто формируем и оставляем одного рост все ветки. И, естественно, убираем те, которые в сторону вытянулись. Вот, в сторону растет. Нам это не нужно. Нам нужны компактные, красивые кустарники. То есть пузыреплодник дает годовой прирост почти 50-60 сантиметров, если он высажен в грунт. И мы его можем смело стричь. Тот же сам принцип работы с дерном пестролистом. Дерен пестролистный очень быстро растет. Поэтому стричь его мы можем. Тоже убираем макушки. Для чего? Чтобы нижние ветки догоняли, чтобы низ не оголялся. Сильно мы его обрезать не будем. Кустарник, в принципе, хороший. Все. Это мы завершили. Это гортензия английсаммер. Видите, мороз прихватил уже. Ну, все. Ничего не поделаешь. Осень. Вот, все убираем. Наполовину. Они не очень высокие. В принципе, этот кустарник у нас не вырастает. В Европе я видела до 2 метров высотой. А у нас они максимальная высота. У них 80 сантиметров. И до метра. Наполовину вы оставляете. Знаете, почему? В принципе, можно оставить 7-8 почек. Но лучше мы весной посмотрим. И то, что подмерзло сверху, точно так же, как розы. И подрежем сверху весной. Эти кустарники в прошлом году я не укрывала. Но гортензия английсаммер нас в этом году не порадовала. Она не цвела обильно, как обычные годы. Видимо, все-таки зима была холодной. То есть немного их прихватило. Но очень надеюсь, что в следующем году они нас порадуют. Это гортензия эрли сенсейшн. Убираем только цветоносы. Низко мы его стричь не будем. Только цветочки убираем. Итак, маленькие, небольшие кустарники. Мы хотим, чтобы они в следующем году у нас выросли побольше. Поэтому мы их не убираем. Только цветы. Кустарники. Деревья. Мы еще продолжаем высаживать. Потому что они все в контейнерах с хорошей корневой системой. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести все, что нужно для растений. Все сопутствующие. Это и химикаты, и удобрения. Мы желаем вам красивого, здорового и цветущего сада. Чуть-чуть внимания, и сад будет вас радовать. Садовый центр Веры Глуховой предлагает саженцы декоративных растений, удобрения, средства защиты растений от болезней и вредителей. Поступили в продажу десятки сортов земляники и саженцы плодовых культур. Внимание! Открылась новая площадка садового центра в поселке Корумыч. Справки по телефону 331-06-06. Мы начинаем готовить сад к перезимовке. Здесь очень важный момент. Защитить его от грызунов. Что купить? Средств сейчас предлагается очень много, но надо грамотно ими воспользоваться. Например, вот эти тесто-брикеты я купила для того, чтобы разложить их в погребе. Внутри этих пакетов находятся вот такие вот завернутые в индивидуальные упаковочки приманки. Поедая их, грызуны чувствуют удушье и погибают. Но не внутри погреба или там, где вы их разложили в теплице, я тоже это буду класть, а выбегают на улицу в поисках воды. Это очень хорошо. Но кому приятно, если среди картошки, которую засыпали в погреб, будут лежать тушки мышей и крыс. Пусть даже если они и замумифицировались, высохли и не сдают запах, все равно неприятно. Итак, это для погреба я взяла и для теплиц. Теплицы обязательно положите, там тоже много мышей бывает. Дома по всем углам рассыпаем зорновую приманку. Хороший вариант, цена-качество, работает отлично. И пусть себе лежит. Но если вам неприятно, опять же, посещение вашего дома мышами, то есть еще более лучший вариант, который я испробовала в прошлом году. Он оказался очень эффективным. В прошлом году было очень много мышей, они активно новые пространства осваивают. Я замучилась насыпать эту приманку, сколько они ее поели, все шли и шли. И выручило меня только ультразвуковой отпугиватель. Вот они как выглядят и для разных целей существуют. Вот такой на батарейках в погреб можете поставить. И пусть он там все на батарейках работает. Я сначала в них не верила, потом убедилась в их большой эффективности. Вот этот вот прибор работает от сети и защищает большую площадь. До 400 квадратных метров вот такой. Но у меня на 200 квадратных метров установлен в доме хватает. Накрывает площадь и дома, и рядом расположенного погреба с овощами. Красота! Защищайте свои участки от всех видов грызунов. Они являются разносчиками очень опасных инфекционных заболеваний. Вы, люди, грамотные и прекрасно об этом знаете. Будьте здоровы и вы, и ваши растения. И до встречи через неделю на канале Губерния. Компания «Спарк» и магазины «Коробейник» предлагает Средства от грызунов. Приманки, клей, ультразвуковые отпугиватели «Торнадо», «Цунами», «Гром», «Чудо-лопаты» и «Рыхлители» в ассортименте. Теплицы более 15 видов. Осуществляют доставку и сборку теплиц. Осенние удобрения и разрыхлители почвы. Укрытие сетки для защиты растений зимой от морозов и грызунов.